Итак, продолжаем изучение Боговат-гиты, как она есть. Боговат-гита, как она есть. Шрила Бахтавиданта Прапхупада, автор книги «Ачарь и основатель». Но точнее он переводит и даёт свои комментарии. «Ачарь и основатель Международного общества сознания Кришны». Итак, для начала прочитаем основные молитвы. «Ачарь и основатель Международного общества сознания Кришны». 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 «Таким образом, просто постоянно думая о Кришне, Бахта Господа может победить и сон, и невежество. Это и называется сознанием Кришны или Самадхи. Как Хришикеша или Господин Чувств и мыслей каждого живого существа Кришна понимал, почему Ачжона хотел поставить колесницу между двумя армиями. Так он и сделал, и сказал следующее». Текст 25. «Ачарь и основатель Международного общества сознания Кришны». Текст 16. Впереди. Сарвешам – все. Ча – также. Махидшитам – правители мира. Увача – сказал. Партха – о сын Притхи. Пашья – только посмотри. Этан – все они. Сама Витан – собравшиеся. Курун – все члены царской династии. Ити – таким образом. Перед Пхишмой, Дроной и всеми другими правителями мира Господь сказал Арджуне – смотри же Партха на всех собравшихся здесь Куру. Комментарий. Господь Кришна, Параматма, пребывающая в сердце каждого, понимал, что происходило в уме Арджуны. Слово Хришикеша в этой связи указывает на то, что он знал все. Слово Партха или сын Кунти или Притхи, относящиеся к Арджуне, также имеет большое значение. Как друг, Кришна хотел сообщить Арджуне, что он согласился быть его колесничим, потому что тот был сыном Притхи, сестры его собственного отца Васудева. Теперь что же имел в виду Кришна, говоря Арджуне – посмотри на Куру? Хотел ли Арджуна остановиться и не сражаться? Кришна никогда не ожидал ничего подобного от сына своей тетки Притхи, но в дружеской и шутливой форме Господь таким образом дал ему понять, что он прочитал его мысли. Текст 26-й. Текст 26-й. Текст 26-й. Текст 27-й. Текст 27-й. Текст 27-й. Текст 27-й. Текст 27-й. Текст 27-й. Путран паутран сакимстатха, швашуран сухридаш чайва, синаюру бхайор апим. Татра пашьяц хитан бартхах, петрин адха питамахан, ачарин матулан бхаратрин. Путран паутран сакимстатха, швашуран сухридаш чайва, синаюру бхайор апим. Татра там, апашьяц он мог видеть, стхитан стоящий, партхах арджуна, петрин адсы, адха также, питамаха питаман деды, ачарин учителя, Матулан дядя по матери, хратрин братья, путран сыновья, паутран внуки, саким друзья, татха тоже, швашуран тести, сухридах благожелатели, чай также, эва непременно, синаюх армий, пупхайох обеих сторон, апи включая. И арджуна увидел в обеих армиях своих отцов, дедов, учителей, дядей по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тести и благожелателей. Комментарий. На поле боя арджуна увидел всех своих родственников. Он увидел пхуришраву, ровесника своего отца, дедов, пишму и самодату, учителей, троначарию и крепачарию, дядей по матери, шалью и шакуни, брата дурьотхану, сына лакшмана, друзей, таких как Ашватхама, благожелателей, как Критаварма и других. Многие из его друзей также были там, по разные стороны поля боя. Текст 27. Танцамикшья сакаунтиях сарванбандхун авастхитан, крепая парая вишто, вишидан и дам абравит. Танцамикшья сакаунтиях сарванбандхун авастхитан, крепая парая вишто, вишидан и дам абравит. Танцамикшья сакаунтиях сарванбандхун авастхитан, банхун авастхитан, крепая парая вишто, вишидан и дам абравит. Тан, сиани, санихшья, увидев, сах, он, каунтиях, сын кунти, сарван, всякого рода, банпхун, родственники, а вастхитан, расположенные, крепая, состраданием, парая, высокой степени, а виштах, преисполненный, вишидан, сокрушаясь. И там, таким образом, Абравид сказал, когда Арджуна, сын кунти, увидел своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось состраданием, и он сказал, текст 28. Арджуна, Арджуна, Увача сказал, дриштва увидев. Имам всех этих, сваджнанам, джнанам, сородичей, Кришна, о Кришна, ютсум, все в боевом духе, самопастхи там присутствующие, седанти, трепещущие, мама, мой, гатрани, части тела, мукхам, рот, ча, также, паришушьяти, пересыхает. Арджуна сказал, мой дорогой Кришна, видя перед собой своих друзей и близких в таком воинственном духе, я чувствую, как члены мои дрожат и во рту у меня пересыхает. Комментарий. Арджуна. Он от таких мыслей члены его задрожали и во рту пересохло. Он был удивлен, увидев их воинственный пыл. Практически вся община, все кровные родственники Арджуны пришли сражаться с ним. Это подавляло такого доброго бахту, как Арджуна. Хотя здесь об этом и не упоминается, но можно легко представить себе, что не только тело Арджуны трепетало, но и во рту у него пересыхало, но он даже плакал из сострадания. Это было проявлением не слабости Арджуны, но его мягкосердечия, характерного для чистого бахты Господа. В Шримад Бхагаватам говорится «Яс ясти бахтир Бхагавати Акинчина, сарвайргуна из татра самасате сурах, хараф апахта сьякуто махатгуна, мано радхе насати тхавато бахи». Тот, кто не отступен в преданном служении божественной личности, обладает всеми достоинствами полубогов, но тот, кто не является бахтой Господа, обладает лишь материальными качествами, которые немногого стоят. Причина этого в том, что он парит на умственном уровне, околдованной близком материальной энергии. Текст 29. Випадхушча шаририме, румахарша шчаджаяте, гандивам срам сате хастат, твакчаева пари дахняте. Випадхушча шаририме, румахарша шчаджаяте, гандивам срам сате хастат, твакчаева пари дахняте. Випадхушча шаририме, румахарша шчаджаяте, гандивам срам сате хастат, твакчаева пари дахняте. Випадхух, дрожание тела, ча также шарире на теле, ме мой, румахарша волосы встают дыбом, ча также джаяте имеет место, гандивам лук арджуны, срам сате выскальзывает, хастат из рук. Твак, кожа, ча также, эва, непременно, по рядах я те, горит. Все мое тело содрогается и волосы встают дыбом, мой лук гандива выскальзывает из рук и кожа пылает. Комментарий. Тело может содрогаться и волосы вставать дыбом по двум причинам. Или человек находился в большом духовном экстазе, или он испытывает большой страх, вызванный какими-то материальными условиями. Для человека, достигшего трансцендентального осознания, страха не существует. Симптомы, появившиеся у арджуны в этой ситуации, вызваны материальным страхом, а именно боязнью потерять жизнь. Другие признаки свидетельствуют о том же. Он был настолько возбужден, что знаменитый лук гандива выскальзывал из его рук, и поскольку сердце его пылало, он чувствовал, что и кожа его горит огнем. Его отчаяние происходило из того, что он отождествлял себя с материи, не зная о своей истинной природе. Текст тридцатый. На чашакноми авастхатум, храматива чамеманах, немитани чапашями випарита никешава. На чашакноми авастхатум, храматива чамеманах, немитани чапашями випарита никешава. На чашакноми авастхатум, храматива чамеманах, немитани чапашями випарита никешава. На не чашакноми способен ли я авастхатум остаться в храмате, забывая. Ива, как, ча, и, ме, мой, манах, ум, немитани, причины, ча, также, пашями, я предвижу, випаритане, прямо противоположное, кешева, о победитель демона Кеши Кришна. Я больше не могу стоять на ногах, я больше не владею собой, в голове у меня все путается. Я предвижу одни лишь несчастья у Кришна, победитель демона Кеши. Комментарий. Арджона был настолько охвачен тревогой, что не мог больше оставаться на поле боя. Разум его ослабел, и он не владел собой. Чрезмерная привязанность к материальному приводит человека в смятение. Пхаям, твити, ябхи, невеша, такс, яд. Такому страху и потере душевного равновесия подвержены те, кто подпадают под влияние условий материального существования. Шримад-багаватам. Арджона предвидел одни только бедствия. Он не был бы счастлив, даже одержав победу над врагом. Знаменательное значение слов «немита» и «випаритане». Когда человек видит лишь крушение своих надежд, он думает, почему я здесь. Каждый интересуется самим собой и своим благополучием. Никто не интересуется Верховной Личностью. По воле Кришны Арджона выказывает неведение в отношении истинного назначения своей жизни, заключающегося в служении Вишну или Кришне. Обусловленная душа забывает об этом и поэтому испытывает материальные страдания. Арджона полагал, что его победа в этом сражении будет для него лишь причиной скорби. Текст 31. Первый. На чашриону пашнями, хатва сваджанам ахаве, на кангши виджаям Кришна, на чаражьям Сукханича. На чашриону пашнями, хатва сваджанам ахаве, на кангши виджаям Кришна, на чаражьям Сукханича. На чашриону пашнями, хатва сваджанам ахаве, на кангши виджаям Кришна, на чаражьям Сукханича. На чашриону пашнями, хатва сваджанам ахаве, на кангши виджаям Кришна, на чаражьям Сукханича. Ча также. Что может принести мне эта битва, где погибнут все мои сородичи? Такой ценой Кришны, как могу я желать победы в ней, надеяться на царство и радости, которые оно мне принесет? Комментарий. Не зная, что истинный интерес каждого заключается в служении Вишне или Кришне, обусловленные души ищут отношения на телесном, а не на духовном уровне, надеясь так обрести счастье. Находясь в заблуждении, они забывают даже, каковы основы материального счастья. А Джона даже, кажется, забыл моральный кодекс к шатрии. Известно, что люди двух типов достойны попасть на ослепительную планету Солнца. К шатрии, которые умирают непосредственно на поле боя по личному приказу Кришны, и люди, ведущие отреченный образ жизни, целиком посвятившие себя духовному развитию. А Джона не хотел убивать даже своих врагов, не говоря уже о родственниках. Он думал, что убив своих родственников, он не будет счастлив в жизни, и поэтому не желал сражаться совсем, как человек, не желающий готовить пищу, потому что он сию минуту не голоден. Он решил уйти в лес и жить в скорби и уединении. Как в шатрии ему требовалось царство, так как в шатрии не должны заниматься ничем иным. Но у Арджуны не было царства. Единственной возможностью получить его была борьба со своими кузенами и братьями за возвращение царства, унаследованного от отца, а этого он не хотел делать. Поэтому он считал, что должен удалиться в лес и жить там уединенной жизнью. Тексты 32-35. Тексты 33-35. 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 А Питрай Локья Раджия Сьян, Хитов Кимну Махи Креце, Ниха Сетхарт Раштраннах, Капретьих Сьяч Джанар Данам, Кимно Раджия Наговинда, Кимхогар Дживи Ценава, Ишам Артхе Кангши Тамно, Раджям Хугак Сукханича, Таимми Васт Хитаю Тхе, Пранам Сьяк Тват Хананича, А Чарьях Питарах Путрас, Татхай Вача Питама Хан, Матуллах Шва Шурах Путрах, Шьялах Самбанд Хинас Татхан, Этанна Хан Тумыч Хами, Кнато Пимат Хусудана, А Питрай Локья Раджия Сьян, Хитов Кимну Махи Креце, Ниха Сетхарт Раштраннах, Капретьих Сьяч Джанар Данам, Ким, Какая Польза? Нах, Нам, Раджиена, Царство, Гавинда, О Кришна, Ким, Что? Хугайх, Удовольствие, Дживете Нам, Живя, Ва, Или, Ишам, Каво, Артхе, Радзе, Кангши Там, Желательно, Нах, Наш, Раджьям, Царство, Хугах, Материальное Удовольствие, Сукхани, Все Счастье, Ча, Также, Те, Все Они, Имя, Эти, Авастхитах, Расположенные, Ютхе, На этом поле боя, Пранан, Жизнь, Теактва, Отказываясь, Ханани, Богатство, Ча, Также, Очарьях, Учителях, Питарах, Отцы, Путрах, Сыновьях, Тетха, Также, Кап, Эва, Непременно, Ча, Также, Итамаха, Деды, Матулла, Дяди по матери, Швашура, Тести, Путра, Внуки, Шьяла, Зятья, Самбанхина, Родственники, Тетха, Также, Кап, Этан, Все Эти, На, Никогда, Хантум, Убить, Ичхами, Желаю ли я, Гнатах, Быть убитым, Апи, Даже, Матхусудана, О, Победитель демона Матху Пришна, Апи, Даже если, Трайлокья, Трех миров, Раджьясья, Царств, Хитох, Вобмен, Ким, Кимну, Не говоря уж о, Махикрите, Те, Ради земли, Нехатья, Убивая, Хартараштран, Сыновья, Дрихтараштры, Нах, Наш, Ка, Что, Притих, Удовольствие, Сьяд, Будет в том, Дженардана, О, Защитник всех живых существ, О, Гавинда, Зачем нам царство, Счастье и даже сама жизнь, если те, ради кого мы могли бы этого желать, выстроены сейчас против нас в боевом порядке на этом поле? О, Матхусудана, Когда учителя, отцы, сыновья, деды, дяди по матери, тести, внуки, детья и другие родственники, готовые отдать свою жизнь и состояние, стоять передо мной, Как могу я желать их смерти, пусть даже в ином случае я потеряю жизнь? О, Ты, поддерживающий жизнь во всех Твоих созданиях, я не готов сражаться с ними даже в обмен на все три мира, не то, что за эту землю. Какую радость принесет нам убийство сыновей Дрихтараштры? Комментарии. Арджуна обращается к Господу Кришне как к Гавинде, потому что Кришна дарует наслаждение чувством всех живых существ и радость коровам. Называя его так, Арджун дает понять, что он рассчитывает, что Кришна удовлетворит его собственные чувства. Но Гавинда не обязана удовлетворять наши чувства. Однако же, если мы стараемся удовлетворить чувства Гавинды, то тем самым удовлетворяем и наши собственные. В материальном мире каждый жаждет наслаждения и просит, чтобы Бог утолил эту жажду, но Господь удовлетворяет чувства живых существ в соответствии с их заслугами, а не по их желаниям. Но если человек избирает другой путь, а именно если он стремится удовлетворить чувства Гавинды, не заботясь о собственных, тогда милостью Гавинды исполняются все его желания. Глубокая привязанность Арджуны к роду и членам семьи проявилась здесь отчасти из-за его естественного чувства сострадания к ним, поэтому он не был готов к сражению. «Каждый стремится показать свое богатство друзьям и родственникам». И Арджуна опасался, что если все его родственники и друзья будут убиты на поле боя, ему не с кем будет разделить свое богатство после битвы. На трансцензентальном уровне, однако, таким рассуждениям нет места. Стремясь исполнить желания Господа, Бахта готов при любых обстоятельствах следовать его приказаниям. Он примет все богатства мира, если Господь даст ему их, и использует эти богатства на службу ему же. Но он также будет рад ничего не иметь, если такова воля Господа. Арджуна не желал смерти своих родственников, но если все-таки было необходимо их убить, он хотел, чтобы Кришна сделал это сам. Он еще не знал, что Кришна убил их прежде, чем они пришли на поле боя, и что он может быть только орудием в руках Кришны. Это раскрывается в следующих главах. Как истинный Бахта Господа, Арджуна не хотел мстить своим кузенам и братьям, даже несмотря на все их коварство. Но по плану Господа они должны были быть убиты. Бахта Господа не мстит обидчику, но Господь не выносит обиды, причиненные его преданному слуге. Господь может простить того, чьи проступок касаются его самого, но он не прощает никого, кто причинит зло его Бахте. Текст тридцать шестой. Папам и ваш райе Тасман, хатвайтан ататай и нах, Тасман нархаваям хинту, тхартараштран самбан хаван, Своджанам хи катхам хатва, судьхинах сьям амад хаван. Папам и ваш райе Тасман, хатвайтан ататай и нах, Тасман нархаваям ханту, тхартараштран самбан хаван. Своджанам хи катхам хатва, судьхинах сьям амад хаван. Папам и ваш райе Тасман, хатвайтан ататай и нах, Тасман нархаваям ханту, тхартараштран самбан хаван, Своджанам хи катхам хатва, судьхинах сьям амад хаван. Папам пороки, эва непременно, ашраед должен взять. Осман нас хатва убивая, этан все эти ататай и нах, захватчики, тасмат поэтому, на никогда, архах заслуживающий, Ваям нас хантум убить, хартараштран сыновья дрифтараштры, самбан хаван вместе с друзьями, Своджанам сородичи, хи непременно, катхам как, хатва убивая, судьхинах счастливы, сьяма мы станем, Мадхава у Кришна супруг богини удачи. Грех падет на нас за убийство сыновей дрифтараштры и наших друзей. Пусть даже они и злодеи мы не должны этого делать. И чем мы этим достигнем у Кришна супруг богини удачи? И как мы можем быть счастливы, убив наших близких? Комментарий. Веды говорят, что существует шесть видов злодеев. Отравители, поджигатели, нападающие со смертоносным оружием, Крадующие имущество, завладевающие чужой землей и похитители чужих жен. Такие злодеи должны быть немедленно преданы смерти, И убивая их, человек не навлекает на себя греха. Убийство злодеев вполне естественно для обычного человека. Но Арджуна имел качество святого и хотел действовать соответственно. Но такого рода святость не подобает к шатрии. Хотя человек, управляющий государством, должен отличаться святостью, Ему еще и не следует быть малодушным. Например, господь Рама был настолько свят, Что люди еще и до сих пор стремятся жить в его царстве, Рамараджи. Но господь Рама никогда не проявлял малодушие. Злодей Равана похитил его жену Ситу, И господь Рама преподал ему надлежащий урок, Не имеющий другого примера в истории мира. Однако в случае с Арджуной следует принять во внимание, Что это были не просто злодеи, А его дед, учителя, друзья, сыновья, внуки. Поэтому Арджуна полагал, что по отношению к ним Он не должен принимать всех суровых мер, Которые бывают необходимы в таких случаях. Кроме того, святому рекомендуется прощать. Исследование этому предписанию казалось Арджуне гораздо важнее. Любых политических соображений. Арджуна полагал, что будет лучше, Если он простит своих родственников На основании принципов религии и святого поведения, Чем если он убьет их по политическим мотивам. И какую выгоду извлечет он из этого убийства? В конце концов, радости царства нематериальны, И потому недолговечны. Так зачем же ему рисковать жизнью и вечным спасением, Убивая своих родственников? Обращаясь к Кришне, Арджуна называет его Мадхава, Или супруг богини удачи. Этим он хотел показать, Что Кришна, как супруг богини удачи, Не должен был бы побуждать его браться за дело, Которое в конце концов принесет ему несчастье. Кришна, однако, никогда никому не приносит несчастье, Не говоря уже о своих бахтах. Субтитры создавал DimaTorzok